Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А как-то еще, кроме скорбей, возможно войти в Царствие Небесное? Интересный какой-то, получается, у нас с вами торг такой, как бы мне вот, что бы мне такое сделать, чтобы в Царствие Небесное войти? Все по-человечески мы с вами размышляем, забывая о том, что путь один, и врата в Царствие Небесное одни, и эти врата есть Господь наш Иисус Христос. Этот мир, в котором мы с вами существуем, не является раем. Если бы он был раем, то не нужен был бы какой-то другой рай. этот мир должен быть, нами воспринимаем сообразно тому, что мы видим, а мы видим катастрофическую неустроенность, так вот мягко скажем, этого мира. В нем почти не на что опереться, как замечательно говорит Христос, Сын Человеческий не имеет, где главы преклонить. Какая-то такая зыбкая трясина. Ты доверять можешь правду только Богу, и при условии, что ты находишься с Ним в диалоге, в который ты весь вкладываешься, ты правда как бы выходишь из мира, общаясь с Богом, разговаривая с Ним, пытаясь подражать Ему. То есть делаешь то, к чему призывает тебя Христос. Выйти из мира. Если ты остаешься здесь, внутри человеческой жизни, то ты неизбежно будешь страдать. Причем это страдание не связано будет только с тем, что ты будешь предан кем-то, или гоним, или обижаем, оскорбляем, обкрадываем как-то. Нет, замечательно говорит преподобный Исаак Сирин про нас, христиан, что человек, который не воспринял в своей жизни или в момент смерти страдания Христа Спасителя, не может войти в Царствие Небесное. Это не значит, что мы должны идти на крест, или на мученическую смерть, или какие-то подобные Христу совершать великие деяния. Нет, это значит, что мы должны сострадать и сопереживать Спасителю мира. А сострадание и сопереживание Спасителю мира подразумевает собой страдание за человечество. То есть точное понимание нами того, что мир, весь мир вокруг нас лежащий во зле и в этой неустроенности, в этой греховности, нуждается в том, чтобы мы возносили молитвы за него Богу и сопереживали бы его страдания, его мучения. Если в нас этого нет, это не должно быть гипертрофировано, это не должно быть истерично, это не должно быть горделиво, это должно быть естественно. Потому что чем дольше мы живем, чем больше мы встречаем людей, чем больше мы как христиане, сострадая, пытаемся проникнуть в их жизнь, узнать их чаяние, узнать их слезы, узнать их радости, тем больше мы видим, насколько каждый человек, которого мы встречаем, так или иначе нуждается в любви, нуждается во внимании, нуждается в молитве, нуждается в слове утешения. Мир страдает. Священники, которые поминают ежедневно на литургии сотни и тысячи людей, я обсуждал со своими знакомыми отцами это, они говорят, вот идешь по этому списку, частичку вынимаешь за каждое имя, и почти нет имени, где бы ты был спокоен за человека. Каждое имя – это какая-то боль, каждое имя – это какая-то проблема, каждое имя – это какая-то неустроенность, это мир, он такой. Если бы он был совершен, он не нуждался бы ни в спасении, ни в крестной жертве, ни в Голгофе, ни в воплощении Христа. Мы же с вами должны это понимать очень хорошо. Здесь есть отдохновение, здесь есть время для сна, и время для любви, и время для сострадания, время для радости, время для какого-то праздника, но это все насквозь пронизано некой трагедией бытия человеческого. Если ты не осознал эту трагедию, без всякого уныния, без всякой грусти, если ты не принял ее именно как данность, то ты разве понял, что такое христианство? Разве ты понял, что такое Царство Небесное, куда ты стремишься? Разве ты понял, как туда войти? Разве ты положил начало своему смирению огромному, для которого, собственно говоря, ради стяжания которого ты призван был пройти через тесные врата этого временного, кратковременного бытия? Впрочем, для христиан, которые внимательно читают Евангелие и следуют за Христом, пытаются следовать за Христом хотя бы своей мыслью, если не всей полнотой своего сердца, то, о чем я говорю сейчас, это приписные истины, поэтому постарайтесь дорасти до этого. Но еще раз повторяю, то, что мы видим страдания свои, человеческие, великую трагедию в большом смысле этого слова, не в смысле какого-то, знаете, ужаса, 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 а именно трагедию, в смысле древнегреческой трагедии, в большом смысле этого слова, тем больше мы убеждаемся в бытии Бога и в абсолютной правде Евангелия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok